Мы здесь ради закона, ради исполнения закона. И здесь все в глубине души понимают, что закон нарушен. Мы доказали, что закон нарушен здесь. Уважаемый суд, всего лишь несколько дней тому назад я в регионах страны представлял Касым Жомар Тукаева, был его доверенным лицом. И ключевое в его программе – это справедливый Казахстан, который подразумевает справедливый суд и правосудие. Ахиматы, которые будут работать в соответствии с Конституцией и законами. Это и есть справедливое государство. К глубокому сожалению, Уральск – это интересы застройщиков превыше, чем требования закона санитарных ограничений, архитектурно-строительных требований. Судебное дело Кублей – это позорная страница, отечественное судопроизводство. Это ли справедливый Казахстан? Я имею право говорить, мы добьемся привлечения к уголовной ответственности всех ответственных к подготовке подписанных этих заведомо незаконных постановлений Акимата города Уральск. Мы добьемся не только отставки Галии Скалиева, как Акима Западно-Казахстанской области. Абата Шенебеков, как руководителя аппарата Акима Западно-Казахстанской области. Асхата Кульбаева, как заместителя Акима города Уральск. От занимаемых должностей мы добьемся привлечения их суровой ответственности. К ответственности должны быть привлечены все, кто разрабатывал все эти незаконные проекты. И это дело чести, совести для меня. Все причастные чиновники Акимата города Уральск должны быть привлечены к ответственности. Мы знаем, что в Уральске нет закона, нет законности, нет правды и справедливости. Уральск это регион, где законы страны не работают. Уральск это город, где строительство и земельные отношения регулируются не цивилизованными законами, а сложившимися обычаями взаимных коррумпированных интересов чиновников и застройщиков. Уральск это регион, который благодаря 30-летнему Назарбаевскому периоду беспредела и беззакония выбыл из правового поля. Уральск это регион, где не исполняются судебные акты, не исполняется представление прокуроров. Уральск это город, где геймплан города, утвержденный постановлением правительства, игнорируется, нагло нарушается акиматом города и в легкую перекраивается архитектурная планировка города в угоду узкого круга застройщиков. То, что творится в Уральске в деле кублей, это не новый Казахстан. Это олицетворение старого, коррумпированного Назарбаевского Казахстана, где можно было вне закона возвести многоэтажные дома на промышленной производственной зоне с грубым нарушением закона и поддельными документами. Уважаемый суд, я призываю вас не поддаваться давлению со стороны Акима Западной Казахстанской области, Галий Скалиева. Я призываю вынести справедливое решение, опираясь на закон и только на закон. А закон на нашей стороне. На стороне консервного завода кублей, который кормит весь Казахстан и соседние страны социально важной продукцией. Завод, который кормит и содержит несколько тысяч человек, которые работают и поставляют свою мясную продукцию заводу. Дело кублей – это столкновение ценностей беспредельного, темного, назарбаевского, коррумпированного Казахстана и нового Казахстана со своими новыми ценностями построения справедливого государства, справедливой экономики, справедливого общества. Уважаемый суд, сегодня вы вешите правосудие и на вас смотрит весь Казахстан. Все люди страны, которые хотят справедливости в этом деле. Справедливый Казахстан начинается именно здесь, на этом судебном заседании.